Голос школы так называли свою газету ученики из Урмара. Она вновь стала победителем в межрегиональном открытом творческом конкурсе «Школа Пресс». Уроки закончились, а ребята не спешат домой. Они готовят самые актуальные новости о жизни школы. В составе редакции 17 юных журналистов. У нас большой коллектив и очень дружный. Есть и верстальщики, и журналисты, и фотографы. У нас очень много разных рубрик в газете есть. Такие как «Знай наших», «Поздравления», «Калейдоскопы». Так как я редактор, то на мне лежит большая ответственность, и я должна контролировать. С интересом и азартом ребята обсуждают то, что войдет в новый выпуск. Работа кипит. Должна же быть еще и обложка номера. Этим заведует Артур Михайлов. Хорошие фотографии украшают газету, притягивают взгляд. Текст статьи еще прочитать надо, а снимок вот он. Вот сейчас я работаю над обложкой газеты. Я считаю, что моя роль в газете значима. Читатель в первую очередь, конечно, обращает на заголовок статьи и на фотографии. И очень важно выбрать такие снимки, на которых люди изображены не просто стоящие, а в каком-то движении. Впервые газета увидела свет в 2007 году. С тех пор голос школы не смолкает и вполне громко заявляет о себе. В конкурсе она стала лучшей газетой сельской школы, причем уже второй раз. В этом конкурсе мы участвуем с 2013 года. Мы сначала были лауреатами, а уже с 2015 года мы постоянно становимся призерами. В 2015 году наша газета стала лучшей газетой сельской школы. В 2016 году лучший дизайн школьной газеты. У нас и учителя пишут разные статьи, психолог, администрация школы, дети, прямо можно сказать, даже с первого класса по 11 класс. Разумеется, у газеты есть электронная версия. Куда без этого? Несмотря на дальность расстояния, многие жители, бывшие ученики, не хотят терять связь со школой. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.